Пшеничная каша на обед, завтрак и ужин. Фрукты и овощи только на картинке. Это не постапокалиптические кадры из фильма. Это реальность, в которой мы скоро можем жить. Начиная с 2007 года, в среднем 30% всех колоний умирает каждую зиму в мире. Эта потеря примерно вдвое больше за то, что пчеловоды считают экономически переносимым. А самое ужасное, что смерть пчел – наших рук дело. Последние данные свидетельствуют о том, что деятельность человека, включая освоение земель, электромагнитное загрязнение и использование неоникотиноидных пестицидов, очень усложняет размножение медоносных пчел. «Возможно, это не такая большая смерть», говорит Джефф Уильямс, энтомолог из Бернского университета и специалист по размножению медоносных пчел. Но, надеемся, он передал свои гены. Весной самцы, также известные как беспилотники, вылетают в зоны сборов. Это так называемые комнаты в воздухе, где тысячи молодых пчел собираются в нескольких километрах от дома, чтобы показать себя. Каждая пчела стремится спариться с нетронутой королевой, недельной самкой, которой от рождения суждено основать собственный улей. Во время брачных полетов матки собирают генетический материал, который они будут использовать для осеменения яиц до конца своей жизни. Королевы могут отложить 2000 яиц в хороший день. Но теперь сельскохозяйственные пестициды могут осложнить этот процесс. В 2016 году Уильямс и его команда опубликовали исследование в журнале Proceedings of the Royal Society B, которое показало, что неоникотиноиды, самый распространенный в мире класс сельскохозяйственных пестицидов, могут действовать как пчелиный контрацептив. Беспилотники, подвергшиеся концентрации неоникотиноидов, производили на 39% меньше живой спермы и чаще доставляли мертвую сперму, говорит Уильямс. Поэтому в некоторых местах использование неоникотиноидов было ограничено. Европейский Союз в начале 2018 года ввел полный запрет на три из этих химических веществ, а другие страны работают над их постепенным прекращением. Заменители этих пестицидов также могут создать проблемы. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что колонии пчел, подвергшиеся воздействию сольфоксофлору пестицида, который может заменить неоникотиноиды, в среднем дают на 54% меньше репродуктивных пчел. Еще одной проблемой является пища. Пчелам, как и нам, нужны разнообразные диеты, чтобы быть здоровыми, объясняет Кристина Гризонгер из Пенсильванского государственного университета. Но между промышленными полями и широкими городскими ландшафтами трудно найти хороший цветок. Именно потеря цветущих растений как по количеству, так и по разнообразию, уменьшает питательные ресурсы, которые могут использовать пчелы. Согласно исследованию, проведенному Геологической службой США, ульи медоносных пчел с необработанными на заднем дворе пастбищами намного лучше и более жизнеспособны, чем ульи, окруженные фермами кукурузы или сои. Исследовав 864 колонии медоносных пчел на Великих равнинах, ученые установили, что ульи в лучших районах имеют больший летний детский бум, в среднем приносят на 2-4 тысячи больше потомков, чем ульи в худших районах. Также проблемой является большинство человеческих технологий. Команда из Университета Саутгемптона провела эксперименты на ранних стадиях жизни пчел, изучая возможное влияние линий электропередач на обучение, память и движение. Результаты, опубликованные в научных отчетах, вызвали беспокойство. Медоносные пчелы, попадающие под действие электромагнитных полей низкой частоты, таких как излучение линиями электропередач, были менее эффективными и летали более нестабильно. Но какая нам польза от этих пчел, скажете вы? Зрелища их нечетких желтых или черных тел, что жужжат вокруг стола для пикника, достаточно, чтобы заставить даже самого несгибаемого человека поспешить прочь. Большинство людей без колебаний жалуются на свое недовольство пчелами за возможность их ужалить. Но есть и такие, которые считают, что эти крошечные жужжащие существа несут на своих спинах бремя мира. Так давайте разберемся, которые из утверждений верно. Медоносные пчелы, по сути, перелетают с цветка на цветок, с одного растения на другое, перемещая пыльцу. Часть пыльцы собирается на пушистых ногах пчел и впоследствии будет передана молодым пчелам на питание. Но часть остается для опыления других цветов. Благодаря этому урожаи процветают и дают фрукты, овощи, цветы, орехи, семечки, бобы и многое другое. Проще говоря, без пчел у многих растений не было бы способов размножаться и выживать. Пчелы играют важную роль в жизненном цикле большинства растений и цветов. Интересно, что существуют десятки видов редких пчел, которые эволюционировали для опыления одного вида растений и сосуществовали в унисон с продолжительностью жизни этого растения. Без преданности этого конкретного вида растение перестало бы размножаться и исчезло навсегда. И самое приятное, пчелы производят мед. Им можно поливать десерты, добавлять в чай вместо сахара или использовать в рецепте выпечки. Однако употребление меда – это не современная ноу-хау. Цивилизации потребляют мед и используют его в лечебных целях на протяжении веков. Существуют египетские иероглифы, изображающие сбор меда, сулья и картины на протяжении всех веков, которые уважают медоносных пчел и высоко их ценят. Мед можно найти во многих продуктах питаниях и напитках. Но также есть сотни продуктов для здоровья и красоты с медом как основным ингредиентом. Столетия назад мы начали использовать мед не только для питания. Мы начали понимать, что мед обладает целебными свойствами. Мед используется как ревитализатор для лица в течение сотен лет. Считается, что он очищает кожу и смягчает морщины. Хотя эти утверждения не всегда точные, на полках магазинов множество косметических средств на основе меда, которые, как было доказано, являются полезными для пользователя. Важно отметить, что мед не является лечебным средством, но он имеет определенные преимущества для борьбы с некоторыми болезнями или для облегчения симптомов некоторых недугов. Мед содержит побочный продукт, что называется пропоэламы, который является антибактериальным агентом. Это средство может помочь бороться с бактериями и инфекцией. Особенно полезно для лечения ран. Установлено также, что мед успокаивает боль в горле, вызванную простудой. Также большинство людей знакомы со свечами из пчелиного воска. Но пчелиный воск используют и для других интересных целей. Пчелиный воск можно найти как в ингредиентах мебельного воска, косметических средств, бальзама для губ, жевательной резинки и воскового покрытия. Пчелиный воск часто используют как защитное средство для некоторых продуктов и как своего рода естественный консервант в продуктах, которые могут быстро испортиться. Чаще всего пчелиный воск добавляют в продукты для увеличения блеска. Это часто наблюдается в лаках и средствах для волос. Люди нашли столько применений, для пчелиного воска, что он стал горячим товаром в мире торговли. Несмотря на многочисленные преимущества пчел, мы, люди, быстро убиваем эти маленькие жала. Мы даже не задумываемся, к чему приведет уменьшение популяции. А что еще страшнее? Полное уничтожение. Если бы пчелы исчезли с лица земли, человеку осталось бы жить только 4 года. Именно так говорил Эйнштейн об этих насекомых. Медоносные пчелы и дикие пчелы, являются важнейшими опылителями многих фруктов и овощей, которые мы едим. Из 100 видов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих 90% нашего мирового продовольственного запаса, 71 опыляется пчелами. Стоимость опыления производственных культур пчелами только в США оценивается в 16 миллиардов долларов, а насекомые опылители в целом вносят 11 миллиардов долларов в прибыль фермерских хозяйств одной страны. Меньшее количество пчел приведет к снижению доступности и потенциально высоким ценам на фрукты и овощи. Меньше пчел означает отсутствие миндаля, меньшее количество кофе и меньше сена из люцерны для кормления молочных коров. Из этого следует, что если пчелам не хватает еды, нам не хватает пищи. Хотя пчелы не единственные опылители у нас. Летучие мыши, птицы, бабочки и некоторые мухи тоже могут делать эту работу. Они, безусловно, лучшие существа для этой работы. Отчасти это потому, что им нужна пыльца, чтобы кормить своих личинок, поэтому их биологически заставляют собирать ее. Другие опылители посещают цветы только для того, чтобы сосать нектар, и любая пыльца, что прилипнет к ним в процессе, является счастливым случаем. Итак, представим, что пчелы действительно исчезли. По оценкам USDA, медоносные пчелы, как было сказано ранее, ежегодно работая, приносят фермерам от 11 до 15 миллиардов долларов. Это стоимость, которую потянут покупатели после уничтожения пчел, что, в свою очередь, приведет к шокирующим ценам на продукты. Скачки цен также будут иметь реальные социально-экономические последствия, вытесняя свежие фрукты и овощи за пределы досягаемости бедных слоев. Проще говоря, свежие овощи и фрукты станут привилегией богатых. Лишь через три месяца после последнего отмирания пчел производители столкнутся с рекордно низкими урожаями. В течение шести месяцев многие фермеры, особенно мелкомасштабные, стали бы перед жестким выбором по превращению своих полей и садов на поля пшеницы. Казалось бы, пшеница тоже неплохо, но к концу первого года мы должны будем перейти на очень мягкую и скучную диету. Хотя это был бы не конец человечества, стоит заметить, что, возможно, было бы разумно немного подумать о цепи событий, который привел бы нас к этому моменту и каким-то образом избежать этого, а вы готовы платить несколько сотен за яблоко.